Доброго всем дня, друзья, меня зовут Флоки и добро пожаловать на новенький ролик по игре Last Day on Earth, либо же последний день на земле. Как вы помните, в прошлой части все зомбаки, которые у нас тут бегали, они разрушили наши стены и я вам говорил то, что мы наконец-таки в этой серии построим новый дом. В общем-то, что я решил здесь сделать такого интересненького. Сейчас я, пожалуй, дострою пол вот с этой стороны, но для того, чтобы мне все это сделать, мне нужно будет сходить в лес и добыть немножечко, получается, дерева для того, чтобы все это начать строить. Но для того, чтобы мне туда отправиться, мне нужно взять немножечко вещичек, снаряжение и потом уже со спокойной душой можно будет идти. Так, мы возьмем, пожалуй, вот столько вот морковки, сколько я уже взял, потом дальше, где еще-то мои вещи-то были, я что-то выкладывал, уже ничего не помню. Так, у меня осталось только мачет, ладно, возьмем биту, ее сразу же наденем и потом где-то рюкзак еще, вот рюкзак, тоже его берем и потом уже можно будет отправляться. Возьму, пожалуй, я камень на всякий случай, потому что если ветки валяться не будут там, то я не смогу сделать топор. А дальше что? Бинты, наверное, брать не буду, они мне точно не пригодятся, ну и все, в общем-то, можно уже отправляться спокойненько. Я, конечно, полностью голенький, ну да ладно. Еда у меня есть, все очень хорошо и сейчас самое главное, немножечко добыть дерево и потом уже сделать нормальный дом. А то я уже устал быть в таком доме, он у меня весь раздолбанный, вам тоже не нравится, я такой, ну ладно, следующая серия уже, наконец-таки, его перестрою. Спасибо, что подсказали, что можно здесь открывать этот сундук, ну не сундук, свой рюкзак и кушать отсюда. Я, на самом деле, даже что-то не подумал в прошлой части, даже в позапрошлой, что-то затупил, ну, в общем-то, и ладно. Уже сейчас разобрался, вам спасибо, что подсказываете. Окей, что мне сейчас нужно? Мне нужно, пожалуй, собрать вот этот вот весь камушек. Мне все, на самом деле, сейчас нужно, там еще какой-то чувачок у нас стоит. Сейчас всех будем потихонечку убивать, но мне нужны палки для начала, потому что без палок я не смогу себе сделать топорик. Так, это мы все забираем, это мы берем. Наконец-таки нашли одну палку и продолжаем искать. Что, сейчас соберем полное количество палок и потом уже можно будет, как бы, все здесь залутать, все эти деревья срубить и отправиться уже домой. Так, еще одну палку нужно, чтобы скрафтить топор. Отлично, все, крафтим. Крафтится он вот здесь вот. Все замечательно. Теперь мы можем уже спокойненько рубить деревья. Сейчас все их нарубим, потом можно будет и траву тоже собрать. Вообще, можно полностью залутать, получается, эту чащу с деревьями и будет очень даже неплохо. Как раз-таки, мне это все не помешает моему инвентаре и трава мне сейчас нужна для всего. Все мне сейчас для чего-то нужно, потому что скрафтил различные эти аппараты разные, все они что-то классное доделают. Так, соберем вот эту вот траву, потом еще там пособираем. Так, ой, снова у меня этот баг случился, сейчас я его по-быстрому исправлю. Так, все, не бегай так в разные стороны, а тут уже надоел. Такое иногда бывает, и все это очень легко исправляется. Так, теперь мы возьмем вот эту траву. Ой, тут так много валяется веток на самом деле. Сейчас вот этих вот нужно убить, они тут так близко достаточно стоят. Сейчас тихонечко к ним подползем и посмотрим, кто из них быстрый. И сначала убьем быстрого, если он тут вообще есть. Так, нет, оба одинаковые. Окей, тогда убиваем. Если на самом деле есть шанс на то, что у меня зомбака может выпасть какой-нибудь, ну, пропуск какой-нибудь в бункер. Если это будет в бункер Браво, то это будет полная жесть. Я пытался искать в средних уровнях сложности, получается, в различных этих вот хребтах горных. И в лесах тоже пытался найти, не мог. А если мне выпадет с обычного зомби в такой легкой локации, то будет вообще супер. Так, собираем вот эти все деревья. Так, ты не туда побежал. Хотя давайте, знаете, да блин, снова что ли этот баг случился? Ой, уже надоело, а. Давайте сейчас, короче, знаете, как поступим. Всех зомбаков убьем и просто я нажму на кнопочку авто. Поставлю на паузу, он здесь все соберет. И потом уже можно будет продолжить строить дом. Но пока что мы должны всех зомби здесь убить. Надеюсь, то, что мне этой биты хватит. Так, тихонечко сейчас со спины к этому зомби зайдем. И его с одного удара. Отличненько. И вон того тоже зомбака надо убить с одного удара и будет... А, он на меня уже бежит. Там, кстати, возле дропа кто-то стоит. Блин, я не успел присесть, он на меня уже напал. Биты уже вообще совсем на исходе. Нужно посмотреть, что в этом ящике у нас есть интересного. Нужно бы оружие какое-нибудь. Так, на меня тут волк прибежал. Ну, давайте его убьем. Он, мне кажется, сбил с открытия. Это не очень приятно. О, еще кто-то на меня бежит. О, какой-то чувак, здорово. Ну, давайте будем его бить и одновременно с этим кушать. У него как раз-таки есть для меня копье. Все, заберем его на бандажки. О, у него здесь вообще есть очень для меня такие приятные вещи, которые я не против забрать. Этот топор тоже заберем. Будем рубить. И в конце концов мне это пригодится. Так, ну все, теперь можно спокойненько золотать. Покушаем немного, восстановимся. А то нормально меня так все они продамажили. Так, все это возьмем. Это мы, наверное, скушаем. И возьму я, пожалуй, пиво. Можно его, кстати, выпить, потому что я его еще ни разу не пил. Ох ты, вот я выпил и сразу он хочет писать. Так, ну давайте нажмем. Он куда-то бежит и все. Эй, ты что офигел? Он начал на нашего противника писать. О, дурак. Блин, взял, описал его. Ну, совсем дурачок. Почему именно на противника-то? Что он так не любит о своих врагов? Взял, сам выбрал место, где будет писать. И, блин, взял на нашего противника, написал, которого мы и так уже убили. Ему и так сейчас не сладко, а мы еще его и описали в итоге. Это вообще не очень ему, наверное, сейчас вообще. Так, рубим это дерево. Блин, почему такие у меня баги случаются с зависанием того, куда он куда-то бежит? Почему-то, не знаю, в эмуляторе какие-то проблемы с этим на самом деле. Не знаю, как это исправить. Уже несколько раз у меня это все выходит и надоедает немного. Так, кстати, вот странно было то, что от этого бота, от этого чувачка убегал олень. Потому что обычно на ботов не реагируют ни зомби, ни олени. А в этот раз что-то олень начал убегать. Может быть, сейчас они убегают? Ну, на самом деле, все может быть. Так, собираем. Так, а у меня семена собираются? Да, семена тоже собираются. Струбим это дерево. Окей, потихонечку сейчас... А, блин, я же хотел на авто нажать, что-то забыл. Блин, снова этот баг. Да что ж ты издеваешься, что ли, надо мной? Что с этим эмулятором не так, я не понимаю. Так, это собираем. Сейчас садимся на shift. Блин, да, надо на самом деле на авто, наверное, нажать. Потому что я так устану туда-сюда бегать, все это делать. И мне это может надоесть. Так, этого убили. С него мне ничего такого интересного не выпало. Там еще один. Сейчас мы его убиваем. Я, на самом деле, даже не знаю, останутся ли там еще зомбаки или нет. Просто, наверное, еще какой-нибудь ящик где-нибудь есть. Так, что с тебя? С тебя тоже ничего интересного. Все как обычно. Так, соберем немножко ягод. И вот тут еще два чувака сидят. Сейчас мы их попробуем тоже убить. Хотя не знаю, хватит ли у меня на них вообще моей биты. Блин, еще на самом деле очень много всех этих зомбаков и волков. Так, этого тоже давайте убьем. Еще сломалось у меня все. Так, а я у того копье забрал. Отлично. Так, это мы все забираем. С этого веревку тоже возьмем. Так, на меня здесь кто-то идет. Зомби, скорее всего. Давайте его убьем. Блин, как же я не привык все-таки к копье. Оно так мало сносит. Это жесть полная. Так, давайте тихонько. О, ну у меня враг какой-то прибежал. Здорово. О, у него факел. Можно будет забрать, кстати. Тоже приятная очень штука. По 12 урона хотя бы будет выносить. А не по 10 какое-то копье, блин. Деревянное. Ну я их, ребята, чуваками называю, потому что, ну все-таки они реально чуваки. Они зомбаки или что-то в этом роде. Просто я уж привык к тому, что чуваки, чуваки, но на самом деле это боты. Они не настоящие, если что. Так, это собираем. Сейчас того зомбака тоже убьем. Тихонечко. А, вот вижу еще один ящик, так что замечательно. Этого с трех ударов аж придется убивать из этого. А, нет, не с трех, с двух. Из-за того, что у меня нет нормального оружия. Так-то я их всегда с одного убиваю. Его убиваем. Они даже нам удары-то не успевают по идее нанести. Ладно, золотаем этот ящик, и потом я уже на авто включу, все сделаю, и потом уже отправимся домой. Все, ребят, сейчас на паузу, все сделаю, и потом уже встретимся у меня дома. Ну что, ребята, я вернулся из похода, и посмотрите. Да, было достаточно количество дерева, немножечко еще чувачков поубивал там. Ко мне прибегали несколько. Блин, почему у меня вот эта марля разделилась? Я, на самом деле, мог еще деревьев порубить. Блин, затупил. Ну ладно, в общем-то, набрал максимальное количество травы, немножко семян, ну и тому подобное. Все, понасобирал, чего мог, и сейчас мы будем уже, наконец-таки, обустраивать наш дом. Закинем сюда немного семян. Это мы, пожалуй, заберем. И что у нас еще? Здесь что-то переплавляется? Нет, здесь ничего не переплавляется. Сюда я закину, наверное, вот, нет, это пока же сюда закидывать не буду. Я закину сюда кожу. Кожу сюда не помешает закинуть. И потом сюда я кину, пожалуй, что у нас тут делается-то? Ага, здесь у нас делается вяленое мясо. Мы его сюда тоже закинем. Так, здесь валяюсь я. Что-то непонятно из-за зомбаков. Скорее всего, когда от орды зомби защищался, помер. Ну что, можно начинать строить дом. На самом деле, вот эту вот часть мне 100% придется оставить, потому что здесь у меня пол второго уровня. И, по идее, это очень-очень даже классно. Сейчас мы, пожалуй, знаете, что сделаем? Мы возьмем доски. Вот эти вот сюда переложим. А все, что мне не нужно, я скину вот сюда. На быстрый слот я поставлю всю морковку. Потом камень мне точно понадобится. Это я все вот сюда скину. Сейчас просто от мусора пока что разберемся. Возьмем камень, доски, дерево. И начнем уже нормально обустраивать наш дом. Так, еще вот эти доски заберем, пожалуй, чтобы у нас уж тут полное количество было. Так, это мы оставляем. Дальше мне понадобится камушек. Камушек мне не помешает никогда. Потом это засплетуем вот сюда, скинем. И потом вот это возьмем. Все, вроде бы этого мне всего хватит для того, чтобы сделать более-менее нормальный дом. Хотя, на самом деле, еще бы мне не помешали доски. Но, кажется, у меня их уже больше и нет. Надо будет в следующий раз вылазку за деревом, такую нормальную сделать. И неплохо так обзавестись им. Окей, что делаем? Наверное, мы сейчас по-быстрому улучшим вот этот вот пол. Давай, улучшайся. Вот здесь вот. И вот тут вот. Здесь мы можем еще построить пол. Но я даже на самом деле не знаю, строить мы будем ли тут пол или нет. Просто, знаете, вы мне писали то, что лучше всего как поступить? Вместе с вот этими вот постройками ставить рядом сундуки. Но я так подумал то, что, блин, если я буду их ставить, то когда будет уже онлайн в игре, я их, как бы, считайте, поставлю. А некоторые же вещи нельзя ставить внутрь здания. И из-за этого могут спокойно все обокрасть. Вот в чем прикол. Так что мне нужно сейчас будет все вещи, которые в дом ставятся, в дом перенести. А все, что на улице, будет у меня на улице. Давайте вот сюда поставим еще пол. Сюда вот. И вот сюда. Потом. Можно будет из одной комнаты сделать полноценный склад. Было бы неплохо на самом деле. Поставлю вот сюда пол. Вот сюда. На самом деле, знаете, я бы здесь сделал что-нибудь другое. Блин, может быть, мне как-нибудь разделить два дома. Было бы тоже неплохо. Так, это все вот сюда. Потом мы, пожалуй, как же поступить-то, я даже не знаю. Давайте вот сюда поставим пол. Потом вот сюда. Дальше вот сюда. Это мы сюда и сюда. Вот такой вот большой у нас будет дом. Дальше что мы сделаем? Мы, пожалуй, блин, я не успел это сделать. Пожалуй, вот это вот место разрушим. И вот это вот тоже разрушим. Потому что смотрится это не очень классно. Что мы дальше делаем? Улучшаем вот этот вот пол. Вот здесь. И вот здесь. Что дальше? Дальше мы его можем сделать в каменный. Но пока что я это делать не планирую. Дальше мне нужно переставить вот в этот угол. Пожалуй, наш мотоцикл, который я практически собрал. Нажимаем фурнитура и переставляем его в вот этот угол. Потому что здесь он будет смотреться гораздо круче. А дальше здесь мы, пожалуй, что делаем? Здесь мы, наверное, склад уже устроим. Потому что сюда я поставлю вот этот сундучок. Дальше вот этот. И как раз-таки у меня три сундука сюда идеально заходят. Давай, и ты сюда тоже иди. И мы себя вот сюда вот ставим. А дальше что у нас? Пол крутой есть. И на крутой пол у нас нужно поставить вот это и вот это. Ну давайте мы сейчас тогда таким образом и поступим. Фурнитура. Это мы перевернем. Поставим вот таким вот образом. И это мы тоже перевернем. И поставим вот сюда. Так это нужно переместить. Отличненько. В общем-то, на самом деле, рядом с этими фиговинками можно уже спокойно поставить сундуки. Я, пожалуй, поставлю вот сюда. Один сундук. Переносим. Отличненько. И вот сюда. Один тоже сундук поставим, чтобы все было гораздо удобнее. Дальше мы вот эту радиофигню ставим куда-нибудь, знаете, в ненужное такое место. Потому что я так понял, что она тупо для красоты, по идее. И для того, чтобы у нас появлялся трейдер. А так, по идее, она мне даже и не понадобится. Поставим ее, пожалуй, вот в этот угол. Ну, не в угол. Просто вот сюда поставим. Пусть здесь стоит. А как еще вот так вот можно? Ну, нет. Так не очень красиво. Ну, все. Вот так вот пусть у нас здесь стоит. Дальше что? У нас есть вот такой вот... Что это? Ну, для досок, кажется. Для обработки досок. Мы его поставим, знаете, куда-нибудь вот сюда, наверное, да? Или нет? Даже не знаю, на самом деле, куда его воткнуть. Но склад мы сделаем вот в этой стороне. Я его, пожалуй, как-нибудь еще что-ли закрою. Двойными, может быть, стенами как-нибудь или... Ну, пока что не буду это предусматривать. Но сделаю потом, наверное, в дальнейшем двойные стены. Это мне не помешает, на самом деле, для того, чтобы... Ну, спрятать можно как лучше можно... Ой. Как можно лучше мои вещи, вот. Так, что у нас дальше? Мы это переставляем вот сюда, наверное. Перевернем вот таким вот образом. Да, оно уже переворачивается. И вот сюда можно будет какой-нибудь сундук один воткнуть. Вот этот вот, например. Хотя, блин, я даже не знаю, ставить рядом с вещами сундуки или не ставить. Блин, не знаю, на самом деле. Давайте поставим. Что поделать-то? Так удобнее гораздо будет. Окей, здесь этот сундук будет стоять. И, блин, нет, все-таки я сделал вот таким вот образом. Это не крутится никак по-другому. Вот это вот сюда поставлю. Это потом я поставлю вот сюда вот таким вот образом. Или как поставить-то лучше, даже не знаю. Нет, давайте мы вот это вот здесь оставим, а это вот сюда переместим. И вот этот вот ящик как раз-таки вот здесь вот где-нибудь поставим. И все, вот так вот будет получше. Потом мы переставляем сюда вот это. Вот таким вот образом. Так оно крутится во все стороны, это хорошо. И вот сюда можно еще один ящик какой-нибудь взять. Вот этот вот, например. Сюда его ставим. И каким боком его только поставить сюда. Ну, вот так вот давайте. Окей, все. Это мы обустроили. Дальше здесь у нас все готово. Здесь у нас такие крутые ящики стоят. Пожалуй, сюда мы поставим... Блин, я даже не знаю, куда эти ящики идти. Давайте все вещи, которые переставляются в дом, мы их переставим в дом. Да, можно печку поставить сюда. Но печки нужно поставить как-нибудь так, чтобы они стояли рядом с сундуками. Но я не знаю пока что, как это сделать. Блин, здесь у нас стоят крутые сундуки. Но это можно ставить и на землю спокойно. Блин, я даже не знаю, как поступить-то с этими печками. Они переворачиваются во все стороны. Знаете тогда, как мы поступим? Мы поставим две вот таких вот печки рядом. Давай иди сюда тоже. Переместим тебя в дом. И перед ними по сундукам. Не знаю, как это будет смотреться на самом деле. Но к ним мы подходить вроде бы сможем. Давайте попробуем. Так, бежим. Вот у нас печки, вот сундуки и вот печки. Блин, а может быть реально просто перед ними так ставить, а не сбоку? Так реально места мы больше сэкономим. Давайте-ка лучше так сделаем. Тоже классная идея на самом деле. Так, мы это переставляем. Получается, вперед. Таким вот образом. Окей. А это мы прям позади ставим. Ага, нет, не получится, потому что здесь у меня пола для второго... Ну, пола второго уровня нет. Ладно, тогда мы поступим вот таким вот образом. Это сюда. Это мы переставим вот сюда. Дальше что у нас? Так, вот эти вот ящики тоже нужно куда-нибудь переставить. Куда их только дети? Пока что не знаю. Так, вот этот вот верстак мы, наверное, возьмем вот это вот сюда поставим. Потом это мы перевернем. Переставим вот сюда. И это мы тоже перевернем. И чтобы все было по-красивому. Окей. Сейчас все получше гораздо стало. Дальше что мы делаем? Так, блин, это даже не поворачивается-то никаким образом. Хотя какая разница, как она будет стоять? Хоть она спиной, хоть боком. Вообще на самом деле без разницы. Просто переставим ее вот сюда. Ну, блин, не знаю. Ну, пусть стоит так, без разницы. Что она все равно... Нет, она тут будет мешаться. Блин, куда бы ее деть-то, чтобы она красиво так стояла-то? Как же она так неудобно сделана-то? У меня вообще... Это не очень нравится мне. Такс-такс-такс-такс-такс-такс-такс. Куда ее еще-то можно поставить-то? Блин. Ну, ладно, пусть тут тогда стоит, что поделаешь. Дальше. Что еще можно в дом поставить? Это я могу поставить в дом? Давайте посмотрим. Так-так-так. Ага. Это я могу тоже поставить в дом. И это меня радует. Поставлю я это вот сюда. Потому что вяленое мясо это очень важно в моем доме. Дальше. Это я могу поставить куда-нибудь в дом? Давайте посмотрим. Нет, это я не могу поставить в дом. Это можно поставить только на улицу. Так что давайте рядом с домом где-нибудь вот так вот разместим. Потом дальше водичку я в здании тоже не могу делать. Так что мы... Ну, еще раз проверим. Нет, не можем. Так что ставим вот сюда. Дальше мы вот этот вот котел. Тоже, по-моему, не можем никуда мы его в дом поставить. А, хотя он ставится в дом. Что странно на самом деле. Ну, да ладно, пусть будет. А мы поставим его куда-нибудь вот сюда. Хотя я им даже не пользуюсь. Можно будет его вообще куда-нибудь вот сюда поставить. Пусть не мешается. Дальше мы хотим кушать. Нужно немножко восполнить все это дело. Так, поели. И мне бы еще попить. Так, потом это куда-нибудь в сундук уберем. А дальше что у нас смотрим? Дальше у нас грядка. Грядку мы поставим рядом с домом. Почему бы и нет? Переместим куда-нибудь. И поставим рядом с водой. Вот здесь вот будет достаточно красиво. Ой, на меня зомби напал. Здорово, зомбак. Мы тебя сейчас убьем. Ты что ко мне подошел-то так беспалевно? Еще оружие сломал мне. Окей, зомби убили. И теперь у меня уже дом гораздо лучше выглядит. Осталось мне только сейчас по сундукам каждой вещички поставить. И будет вообще супер. Так, это мы возьмем, перенесем вот сюда. Перевернем вот так вот. И потом вроде бы у меня уже все оснащено. На самом деле я бы, наверное, вот это поставил вот сюда. Вот таким вот образом. Окей. И дальше... Ага, тут у меня стоят же ящики. А как с ними так добыть? Даже не знаю. Так, а мой пол можно двигать? Интересно, давайте посмотрим. Так, нет, пол передвигать нельзя. В этом минус на самом деле. Надо было раньше думать об этом. Ну ладно. Тогда если я сюда это поставлю, то у меня этот ящик будет в недосягаемости. Хотя может быть все-таки в досягаемости. Давайте попробуем. Если получится, то будет все прикольно. Так, это ставим вот сюда. И два ящика ставим перед этими печками. Вот таким вот образом. И... Блин, чего не двигаешься-то? И вот сюда. И давайте сейчас попробуем туда пробежать, к тому ящику. А нет, все спокойненько, все замечательно. Окей. Теперь у меня остается еще один сундук, который я бы поставил куда-нибудь, знаете... Ну, на улицу, наверное. Куда еще я поставлю? А нет, знаете, сейчас я как поступлю. Смотрите, у меня здесь для... Получается, для грядок будут вещи лежать. А вот это я переставлю вот сюда, чтобы оно здесь не мешалось. Где-нибудь уголок сюда поставлю. И все, она вообще мешаться не будет. Это моя радиостанция. Так, и я это, пожалуй, перенесу пока что вот сюда, чтобы здесь работать более-менее нормально с кожей. Окей. И еще сделаю пару сундуков. Но мне их нужно скрафтить. И, блин... Окей, давайте сейчас скрафтим тогда по-быстрому. И чтобы поставили все это, и было гораздо лучше. Так, подожди, снова баг. А нет, все окей, все работает. Мне сейчас нужно скрафтить, да? Ну, давайте посмотрим. Может быть, все-таки большие сундуки начнем крафтить. У меня куча этой веревки. Можно попробовать все-таки именно таким способом замутить. Так, но где она у меня? Ага, вот. Давайте тогда не будем заморачиваться по поводу новых сундуков маленьких. Будем сразу делать большие. Если что, потом с какими-нибудь местами поменяем. Так, у меня не так уж и много досок, так что только на три таких сундука у меня хватит. Но мне еще пол же при этом нужен. Что-то я это не учел. Ну, ладно. Как тогда поступим? Надо было все-таки маленькие сделать в этот момент. Но, блин, не знаю. У меня слишком мало досок. Давайте сейчас сделаем по-быстрому стены. И потом уже с этими сундуками определимся. Так, стены какие я буду сделать? Здесь у меня значок Welcome. Так что я сюда поставлю дверь. Блин, мы пить еще хотим. Так, вода где у меня? В каком сундуке у меня теперь интересна вода? Нужно сейчас попробовать это найти. Потом я все это разложу, чтобы было более-менее удобно. И все будет супер окей просто. Так, вот вода. Давайте-ка мы попьем. Наконец-таки сегодня мы пописали впервые. Это на самом деле было классно. Восстановимся. И все. Можно обратно ложить и продолжать строить домик. Так, так это сюда. И давайте сделаем вот здесь вот окошко. Потом вот здесь вот окошко. И вот здесь вот в двух местах тоже сделаем окошко. Потому что там у нас стоят различные фиговинки. Так будет более-менее реалистично. Так, здесь ставим обычные стены. Улучшать я их пока что не планирую. И знаю лайфхак, чтобы зомби их нормально так не разносили. Ну, типа чтобы только по одной. Окей. Так, дом готов. И мне нужно будет потом двойными стенами где-нибудь укрепить вот эти вот ящики. Было бы тоже неплохо. Ну, все. Вроде бы пока что мы все сделали. И вроде бы дом готов. Давайте посмотрим, как он будет выглядеть с крышей. Не будут ли ко мне чуваки-дурки заходить. Так, ну, вроде бы все окей. Здесь у меня таким вот образом все стоит. Отсюда я буду вытаскивать все по мере возможности. Если что, когда будет игра онлайн. И все у нас будет просто супер. Ладно, в общем-то, ребята, дом мы более-менее обустроили. Теперь, наверное, ребята не будут жаловаться то, что вот у меня такой некрасивый дом. Сделай его нормальным. Я вот его сделал более-менее нормальным. Теперь хотя бы, ну, это реально похоже на дом. Они просто у меня разбросанные ящики были повсюду. Теперь у меня все более-менее красиво. Еще наберу в следующей части немножечко дерева. Ну, не на видео, конечно, все это сделаю. И потом мы уже пол везде доулучшаем, чтобы можно было ставить уже более-менее крутые вещички. И все у нас будет просто супер замечательно. Ладно, ребята, пишите комментарии. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем огромное спасибо, удачи и пока-пока.